Ну что, вот и начинается большое европейское путешествие. Я прилетел в Будапешт. После Будапешта будет славный город Братислава, потом Вена, потом Зальцбург. Сейчас вот от аэропорта и иду уже в сторону автобуса. И здесь, как в любом уважающем себя городе, когда ты выходишь уже после получения багажа, есть продажа, точнее, есть туристический офис, где можно купить билеты, узнать все, как работает общественный транспорт. И билеты здесь есть либо на поездку, либо длительные. Я вот купил на 24 часа. Только не повторяйте моих ошибок, потому что время начала действия билета они пишут сразу. То есть, я взял 24 часа, думаю, что на 2 дня, а в итоге у меня 2 билета на сегодня. Все оказалось не так просто, потому что из аэропорта ходят, оказывается, два маршрута. Один, оба экспресса, но один идет до центра и он платный, как отдельный сервис, 900 местных рублей, не помню, как называется, но в общем 900 стоит. И уже второй, который едет до станции метро на окраине, где также автовокзалы и прочие всякие штуки, типа проката велосипедов, вот он уже входит в общегородскую тарифную зону. Общегородскую, точнее, тарифную сетку. Короче, на нем можно проехать по городскому обычному билету. Еще, судя по всему, идут какие-то работы, и вот временная навигация выглядит вот так вот на местном языке, на венгерском и на английском, и все довольно понятно. Только вот меня смущает, что я вот вышел, и передо мной было два таких указателя. Я так понимаю, что из-за ремонта вестибюля или станции метро также изменили полностью тему движения, потому что, вот видите, выделенка явно временная, потому что желтая. Либо здесь желтым выделяют выделенные полосы, но об этом я узнаю, видимо, чуть позже. А вот информация, что временно закрыты некоторые станции и информация о том, что их дублируют в автомаршрут М3. И, видимо, ради М3 как раз сделали выделенные полосы и все поменяли. И тут я хочу напомнить, что у меня был ролик про то, как подобное происходит в Москве, потому что тоже иногда бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вам наверняка не видно, но там стоит голубенький автобус. В принципе, все автобусы в Будапеште голубые, но это как раз стоит тот экспресс, который напрямую едет до городского центра, за который нужно отдельно платить. Вот я добрался до него. И, собственно, сам Будапешт. Ура! Есть два момента, которые приходят в голову, когда приезжаешь вот с города и страны бывшего соцлагеря, где плюс-минус инфраструктура похожа на нашу. Во-первых, вы могли видеть, что там ходят вагоны, метровагон Маша, которые прошли модернизацию. Они тихие. То есть ты едешь, ты слышишь собеседника, ты слышишь, что происходит, ты слышишь объявление. Вот. А во-вторых, то, что все-таки очень плохие люди проектировали вот эти вот станции метро с подземными вестибюлями, когда ты выходишь и не понимаешь, куда тебе идти. И там все города стараются придумать какую-то супер-пупер навигацию, но дизайн навигации, графический дизайн и ваши всякие вот эти вот таблички, они не исправят изначально заложенный косяк. То, что ты, когда выходишь, и перед тобой куча выходов, там при этом ты не видишь город, ты не понимаешь, куда тебе идти. Ты теряешься, и это очень плохое свойство общественного транспорта. И поэтому, когда делали наземные вестибюли, когда ты выходишь, и вот перед тобой улица, и ты понимаешь, где автобус, где трамвай, где все остальное, это намного более удобный вариант для пользования. И, как ни странно, он наверняка даже дешевле. Если меня смотрят москвичи, то это улица, аналог Садового кольца или Бульварного кольца, если делать аналогию с трамвайчиком. Это исторический центр, это под нами станция метро, и перед нами исторический трамвай. Про трамвай, наверное, расскажу в отдельном ролике, потому что есть что рассказать. В Будапеште ходят самые длинные трамваи в мире. Нет, это не он, просто, видимо, что так как здесь центр, и много туристов, то опустили исторический, вот. В общем, расскажу про трамваи отдельно. Но, что нас интересует, то, что здесь везде подземные пешеходные переходы, которые совмещены с вестибюлями метро, но при этом везде есть зебры. Город здорового человека. Кстати, возможно, вы замечали то, что в Европе нет таймеров на светофорах. И вообще мало где в мире они есть, потому что, в принципе, не нужно делать фазы такими большими, чтобы у тебя появлялась в голове мысль, а не сломан ли светофор. И терпеливое время ожидания – это очень важный фактор. А если говорить про таймеры, то, да, многие скажут, что это удобно. Но есть исследования, они немного противоречивые, но, тем не менее, есть исследования, которые говорят, что в отношении автомобилистов это довольно опасная затея, и лучше их убирать. И даже в России есть опыт, когда убирали таймеры, в Красноярске, по-моему. И там вырастала безопасность, потому что люди более внимательные, люди не стартуют там, не глядя по сторонам, когда кончается время. Ух ты, троллейбус и карус, видели-видели красненькие. Блин, вот этого... Такого у нас уже не встретишь. Надо будет поймать и покататься. А вы подписывайтесь, чтобы не пропустить то, как я ищу троллейбусы и катаюсь на нем. Так и хочется приложить подорожник к этому дому. Зона 30 км в час, что вообще является нормой для европейских городов, для улиц в жилой зоне. То, что это тебе не трасса, здесь нужно есть аккуратно, потому что живут люди, есть бизнес и так далее. Но для велосипедцев, при том, есть проезд в обе стороны. И, опять же, это практически везде так. Очень такие стильные, огромные антипарковочные столбики. При том, что, да, здесь нет разделения, опять же, на проезжую часть и на тротуары. Это, опять же, общее пространство. Но вот рядом с велопарковками есть бесплатный насос. Таких, кстати, много где ставят. Обычно их совмещают с пунктами велопроката еще. Обратите внимание, какая красивая приствольная решетка. И, да, то, что они есть, потому что это неотъемлемый элемент любой оживленной городской улицы с деревьями. Вот, примерно, так должно выглядеть современное благоустройство. Если же у вас все просто закатывает в асфальт, то, значит, что-то у вас идет не так. Так, парковка платная с 8 утра до 8 вечера. Максимум может стоять 3 часа. И за 1 час надо отдать 525 местных монет. Я думаю, вы понимаете, что бесплатной парковки вам не будет. Ну, потому что невозможно сделать всем столько бесплатных парковок, сколько все хотят. Это все уже давно прошли. Это у нас еще кто-то бунтует. Я не знаю, если бы вы раздавали бесплатно пиво последние 40 лет, то, естественно, когда вы ввели бы плату, люди бы тоже бунтовали. И, серия, какого черта, я всегда получал это бесплатно. Но, я думаю, мы с вами люди образованные и понимаем, что прозвать бесплатно пиво нельзя. Так вот, и с бесплатной парковкой, особенно в центре города, тоже нельзя. Вообще, улица хороший пример современного дизайна в исторической среде. Детали явно говорят, что это все было сделано недавно. Это из 21 века. И вот даже фонари большие. Это все очень хорошо гармонирует с окружением. И получается у тебя очень разнообразная городская среда, которая не обманывает человека на улице. Как выяснилось, это пример не только красивые улицы, но еще и примеры фиктивной улицы. Когда вот у нас рассказываешь, что автобусы и общественный транспорт в целом не должен стоять в пробках, тебе говорят, ну а как же, если на улице всего одна полоса? На что я и хитро отвечаю, ну берете и закрываете движение для личного транспорта. И все такие, как, как, это невозможно? Ну вот, вы только что видели, что это очень даже возможно. И получается, что улица продолжает выполнять транспортную функцию. По ней передвигаются люди, по ней ходит общественный транспорт. И при том она красивая. Кроме того, сохраняется доступ для разгрузки, погрузки и, скорее всего, для местных жителей. Для них делают такое небольшое исключение, чтобы проще было принять. Ну это, кстати, пример, что, видимо, кто-то либо имеет разрешение, просто пробрался, либо проехал за автобусом. Но приезжать за автобусом или за трамваями через такие болварды очень опасно, потому что такой болвард легко поднимет такую машину. И в интернете много видосиков, как там даже в Украине подобные болварды просто поднимают автомобили. Да, забавно смотреть, но лучше не пробовать. Эх, вот бы сейчас в Баку, где на подобных улицах делают подземные пешёдные переходы. Мы заставляли людей страдать. Вот не поймут, наверное, европейцы-бакиньцев, потому что, ну вот как-то вот по земле-то намного приятнее. Но, вы удивитесь, но здесь есть подземный пешёдный переход. И он совмещен с метрополитеном. Ну а здесь есть зебра. Вот, спокойно переходи, кто как хочет, с пылесосом, без пылесоса. А вот он уже вход. Притом, ты можешь выбрать, если тебе нужно метро, ты спускаешься. Тут никаких вопросов нет. Если же тебе нужно пройти мимо, вот она зебра. Всё просто и очень-очень дёшево. Вообще, когда гуляешь по Будапешту, постоянно кажется, что ты в Петербурге где-то. Особенно, когда видишь вот эти вот знаки с ярким контуром. Их применяют очень-очень редко. Я знаю, что и в Нидерландах можно встретить. Но это, скорее, исключение из правил. Не будем обращать на это внимания. Мы посмотрим на сами улицы, потому что это улицы здорового человека. И в Петербурге, при, примерно, таких же габаритах в центре, тоже могло быть озеленение. Могла быть приятная среда для пешеходов и велосипедистов. И при том, там даже поместилась бы парковка. То есть, вот такой вот вариант, он очень компромиссный. Вы, конечно, можете сказать, что это геноцид какой-то автомобилистов. На самом деле, нет. Это как раз город со здоровым балансом. Вот эта вот улица по ширине точно такая же, как та, которую я вам показывал до этого. Но при этом здесь есть зелень. Здесь много деревьев. Смотрите, как сразу по-другому воспринимается улица. И при том, на цене этих деревьев буквально несколько парковочных мест. Но улица становится лучше для всех. И в том числе для жителей. И вот найти нужный баланс. Объяснить людям то, что вы можете лишиться нескольких парковочных мест, но при этом на вашей улице всегда будет зелень, всегда будет тень, всегда она будет тише. Это задача муниципалитета. Это сложно, но это вполне реально сделать. У нас здесь начался уже чистый Петербург. Улицы все в машинах, никакой зелени. И время от времени ходят троллейбусы. Как я говорил, Будапешт далеко не самый богатый район. Здесь вот даже домофоны прячут за такую сетку, чтобы не свистнули. Но зато подписывают номера квартиры и кто там живет. Что тебе не нужно помнить номер квартиры своих друзей. Ты можешь просто посмотреть и нажать туда, куда нужно. Я немного поторопился, когда сказал, что это чистый Петербург, потому что есть одна большая разница между Будапештем и Петербургом. Будапеште сохраняют оригинальные двери в подъезды, не вешают кондиционеры и тем более не выламывают старые рамы, чтобы стоять стеклопакет в квартиру. И поэтому здесь вот есть такая красота. И все это вот именно норма. Здесь просто все это сохранили. Не стали выдергивать. Потому что, как я уже много раз говорил, фасад это лицо города. И город заинтересован, и все жители заинтересованы в том, чтобы у вас был красивый город. Недавно на канале был ролик о проблемах нашего ЖКХ. И как людям начать менять свой подъезд и двор к лучшему. А там, где двор, там уже и вся Россия. В целом все может свести к простому факту. Жители должны общаться и вместе следить за своим имуществом. Это в их же интересах. Поэтому я рад представить вам спонсора этого ролика сайт homechart.ru Сайт как раз создан для общения соседей и тех, кто выбирает квартиру и хочет не просто смотреть рекламу от застройщиков, но по-настоящему проверить район и дом, в котором собирается жить. Для жителей это хорошая площадка для общения и поиска решений. Можно создать отдельные темы, обсудить, не знаю, благоустройство двора, какие есть проблемы, какие пути решения. Узнать про пункты раздельного сбора мусора. Попросить соседей посидеть с собакой, пока вы ездите, не знаю, по Европам и ловите коронавирус. Или банально распределить парковку во дворе, потому что часто кто-то кого-то блокирует и как-то нужно всем выезжать. Все нужное в одном месте. И это все абсолютно бесплатно для пользователей. Вы ничего не платите. Если же вы смотрите квартиру в новостройке, то для вас тоже есть решение, потому что на homechart.ru есть рейтинг застройщиков с отзывами. Кроме того, будущие жильцы могут там познакомиться и заранее обсудить возможные проблемы. Все в одном месте. Если же вы решили устроить ремонт, например, то, во-первых, вы можете предупредить соседей, а во-вторых, найти на площадке квалифицированных дизайнеров и других подрядчиков. На сайте есть большая база данных. Портал работает с 2008 года и за это время успел превратиться в главную площадку для общения покупателей, жилья, соседей. Сейчас на сайте уже более 7 тысяч жилых комплексов и домов, больше 300 тысяч пользователей, это довольно такой средний город, можно сказать, и больше 4 тысяч зарегистрированных дизайнеров, юристов и строителей. Так что заходите, смотрите, ссылку на сайт я оставлю в описании. Но если вы вдруг подумали, что в Будапеште прям так все хорошо, по-урбанистически и богато, то нет. А вот обычная улица в центре города. Здесь уже не так все хорошо, хотя здесь есть выделенка. Да, при том, что остается одна полоса движения для автомобилей, здесь сделали выделенную полосу, потому что надежный общественный транспорт, важнее, чем ваши там автомобильные хотелки. Но здесь вы опять же видите, что улица крайне простая. Она выполняет свою ценную функцию, то есть здесь ходят люди, перемещаются, но при этом это плохое общественное пространство. Здесь некомфортно находиться. И таких улиц, мне кажется, здесь большинство, просто потому что не хватает денег на все и сразу. И здесь нужно уметь вкладывать деньги сначала в то, что будет себя окупать. Если у вас есть улица, где уже много бизнеса, которая уже популярна, и которая может приносить доход к городу, то, естественно, лучше сделать сначала ее, чем пытаться реанимировать вот такую полумертвую улицу. Потому что, когда вы вкладываете деньги, они себя отбивают, у вас появляются средства на то, чтобы поднимать уже все остальное. Или вот другая улица. Никакой плиточки, все в асфальте, никаких деревьев, но ходить можно. И вот, в принципе, то состояние, когда, ну, ходить можно, скорее, очень свойственно Будапешту. Потому что, потому что они все такие богатые, как Москва. Но при этом здесь в разы комфортнее и лучше, чем в том же Петербурге. В центре Будапешта преимущественно сохранилась старая застройка. Но даже в ней есть вкрапление вот такого современного точечного строительства. Да, о боже, он сказал точечное строительство. Оно что, есть в Европе? Да, оно есть. И более того, когда у тебя есть квартал, ты, примерно, понимаешь, какие у тебя максимальные габариты по высоте, где ты можешь спасать дом и все такое. Но какой стиль, это ты уже решаешь сам. Хороший город тот, где есть архитектурное разнообразие, когда ты идешь по улице и видишь разные здания. Другое дело, что оно все должно сочетаться. И здесь вот хотя бы по своим габаритам вот этот вот новый дом, где отличается соседний, он не нарушает композицию улицы. И вот научиться вписывать новое аккуратно в старое, это то, чего нам, к сожалению, пока что не хватает. Хотя, конечно, с точки зрения архитектуры это немного спорно, но как факт они тебя бы аккуратно вставили. И вот еще один пример. Историческая застройка, классическая такая колонна, все как мы любим. И вот такая вставка. Да, если бы это было в Москве, в Петербурге или еще где-либо, то наверняка Архитон Зорбус съел всех чиновников и вообще всех-всех-всех. Но консервация центра это очень-очень-очень плохая идея, потому что, опять же, нужно разнообразие. Когда вы что-то консервируете, вы, получается, ставите крест на развитие. И поэтому, да, подобные вставки, если, например, здесь был пустырь, или, откровенно говоря, не очень хорошее старое здание, не в плане, что оно в плохом состоянии было, не очень ценное, то такая вставка вполне имеет место быть. Но, но, всегда вот очень важное но. Это должно быть предметом для обсуждения. Это нужно просто обсуждать, там, я не знаю, несколько лет, слушать разные мнения, разные архитекторы, очень долго думать, что сюда можно вставить, чтобы это не перебило, например, соседние постройки, которые наверняка более ценные, чем вот такое стекло и бетон. Но, опять же, как факт, такое допускается, такое можно делать. Но нужно это уметь делать, уметь делать аккуратно и пытаться сохранить городскую среду в целом. Ох, закидайте уж вы меня в комментариях, наверное, за подобное оправдание точного строительства. Ну, а если бы я такое сказал где-то в России, то наверняка вы бы сказали, что мне проплатили, а тут вроде бы Будапешт и должно все быть нормально. А если же вы хотите мне сейчас рассказать, что надо было построить не вот такую стекляшку, а что-то в псевдоистерическом стиле, как любят в Казани, например, то нет, 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 нет. Архитектура, ее ценность в том, что это всегда зеркало политических и общественных каких-то настроений, что по архитектуре ты можешь определять, какого она времени, какие ценности были в виде и многие прочие вещи. Архитектура должна идти в ногу со временем. Она не должна кого-то пытаться копировать. В исключительных случаях, если речь идет, например, о восстановлении какой-то самоидентичности, то, что я рассказывал в Польше, это еще более-менее оправданно. Но если вот речь идет о подобных вставках точных, то лучше хорошая дешевый новодел, который не несет себе никакой ценности. Потому что лет через 40, например, по этому зданию наши будущие потомки будут тоже ходить и представлять, как жили люди, например, в 2020 году. И это тоже важно для воспитания ценностей поколений. В Будапеште из-за нарушения правил парковки не только эвакуируют, но еще и вешают колпаки. Но здесь не совсем колпак. Вот я даже не знаю, как это назвать. Такая вилка, которая блокирует движение колеса. И вот здесь как раз уведомление, что отатушки это та. Если что-то не сделаешь, улица после реконструкции, улица до реконструкции. Думаю, вы все наглядно сами поняли. Парковка елочкой практически всегда полное зло. Если мы говорим про улицы, если же мы говорим про парковки каких-нибудь торговых центров или подземных-наземных парковок, то это более-менее нормально. Почему это плохо? Потому что когда человек выезжает задом из такой елочки, у него очень большая мертвая зона. То есть это та зона, где он не видит, что происходит. И это критично там не для других автомобилистов, это критично именно для велосипедистов и пешеходов. Потому что их так могут очень легко сбить. Как правило, если мы говорим про улицы, то делают вот такую параллельную парковку. То есть практически всегда как универсальное решение. Но вот здесь, в Будапеште, я вот, правда, действительно только здесь такое видел. Есть какое-то правило, что вот на улице, где две стороны ездят велосипедисты, паркуются задом. И получается, что когда они выезжают этой мертвой зоны, такой большой, уже нет. Интересный компромисс, но тем не менее, проще не допускать такого типа парковки в городе. Мне, кстати, рассказали, что вот эти вот улицы были реконструированы относительно давно. Точнее, здесь успокоили трафик. Парковка осталась, движение осталось. Просто в некоторых местах высадили деревья вместо машины мест и подняли перекрестки до уровня тротуара, чтобы все немного притормаживали и люди могли спокойно переходить в улицу. Опять же, примерно то же самое, что делают в Москве сейчас. То есть инструменты те же, хотя и различаются подходы, например, вот разнообразие материалов. То, что и асфальт, и такая мостовая и ровное уже покрытие для пешеходов в целом действительно вроде то же самое, но при этом комфортнее, удобнее и детали, которые меняют на самом деле очень многое. И, естественно, вы здесь не встретите никаких знаков пешеходного перехода или так далее. То есть здесь можно переходить в любом месте, потому что глупо здесь пытаться запретить переходить там, где людям удобно и зачем гордить знаки лишней инфраструктуры, которую нужно будет содержать. В России любят делать большие улицы, здесь же улицы маленькие и они исторические. Но здесь вот можно есть на велосипеде в любую сторону. И здесь не нужна какая-то отдельная инфраструктура, потому что здесь настолько спокойное движение, то что дети могут спокойно играть на улицах, велосипедисты, ездить как им удобно, а люди переходить опять же в любом удобном для них месте. И получается, что это более такой гуманный вид улицы, чем вот наши любимые шулицы. Шулицы это шоссе плюс улица. Игра слов, ха-ха, смешно, но я думаю, вы поняли смысл. А вот когда деревья здесь подрастут, будет прям, я думаю, совсем хорошо. Напомню, что мои поездки делятся примерно на два типа. Служебные командировки, обычно это города России или ближайшего зарубежья, бывшие там СССР. И вот такие образовательные поездки, когда я выезжаю, чтобы посмотреть на не проблемы, а на решение скорее проблем, что-то узнать новое и в целом так немного развиваться. Так вот, когда я езжу за границу, я обычно стараюсь обращать внимание на что-то хорошее, что, что будет полезно нам для решения наших проблем. Тут куча своих есть проблем, задач, которые нужно решать. Например, вот там вот грузовик припаркован на тротуаре перед лавками. Но с этим пусть разбираются сами. Нам же полезны хорошие вещи, потому что нужно всегда стремиться к чему-то хорошему, к большему. Это единственный путь к развитию. Притом, сразу хочу оговорить, что любая проблема имеет два решения. То есть прийти и сделать улицу как надо, проблем никаких нет. Есть и инструменты, и рабочие, и знания, в принципе, найти можно. Но есть вторая очень важная проблема. То, что город для людей. То, что в городе живут люди, и люди должны быть готовы, люди должны принять изменения. И с этим у нас очень большие проблемы, потому что, как правило, никто не верит, что может сделать как-то лучше. Все находят кучу оправданий, что там климат не тот, что люди у нас не те. И вот надо понимать, что когда я что-то показываю, да, сделать это можно без проблем. Климат им не помешает. Но вот именно побороть проблему, то, что у людей в головах, к сожалению, такая безысходность происходит, это уже намного более сложная задача, которая требует большого времени. Поэтому помогайте продвигать Россию вперед, делать наши города удобнее, и забывайте репостить это видео, нажимать на колокольчик, подписываться и рассказывать друзьям. Это здание парламента в Венгрии. Красивое. Тут, я думаю, нет людей, которые бы с этим поспорили, но посмотрите, что вокруг. Здесь хорошее общественное пространство. Здесь пешеходная зона, и здесь ходит трамвай. И тут я не могу не удержаться, чтобы не вспомнить, какой парламент в России. Потому что, если кто-то видел здание Госдумы вблизи, вы знаете, что он стоит на трассе. И более того, там огроменная наземная парковка только для своих. И если вы там будете стоять и снимать, то, скорее всего, к вам подойдут и спросят, а что это вы тут делаете. Вы, конечно, можете сказать, что это ничего не значит, что это совпадение. Но мне почему-то кажется, что это значит очень даже многое. Здесь нету, естественно, никаких заборов. Более того, я не встретил здесь ни одного полицейского, только трамваи, которые почему-то скрипят на поворотах. Ну и, конечно, я совсем не могу не вспомнить о том, то, что в Москве ФСО и ФСБ, например, выступают против наземных пешеходных переходов. То есть они не дают сделать нормальную площадь на Лубянке, чтобы люди туда просто безопасно попадали, потому что считают, что люди это что-то опасное. Но и, говоря там, не знаю, про общественный транспорт, хорошие люди хотели сделать там остановку одну на Большой Лубянке, улице, для магистрального автобуса. Им не дали даже остановку. То есть не просто, чтобы люди не ходили, просто чтобы они не ждали, не мельтешили. Вот так вот у нас относятся к людям, к горожанам. Мне тут рассказали про одну интересную деталь, что в Будапеште практически все двери открываются внутрь. Если мы говорим вот про подъезды или магазины, и логика здесь в том, что если у тебя дверь будет открываться наружу, то ты будешь занимать часть улицы, часть общего пространства и как бы воровать пространство. За это очень сильно штрафуют, а вот если только есть такая выемка, то тогда, да, дверь может открываться наружу. Но если у тебя двери уходят прямо вот на красную линию, то только внутрь. Даже говорят, пожарные службы не согласовывают ничего, если у тебя дверь открывается наружу. Такая вот забота о общественном пространстве. Типовая урна в городе вот такая. Их обычно вешают на столбы для знаков, чтобы просто экономить и не ставить лишние столбы. Но вот недавно просто это видно, что недавно сделали для сигарет. Сделали отсек, а вот это вот у нас уже что-то постарее. Я, конечно, не могу сказать, что все почтовые ящики в городе такие старые и на таких ножках, но все, которые я видел, именно такие. Я считаю, имеют право на существование два типа люков. Красивые, вот такие, герб города, притом он тактильный, ты не подскользнешься. И уже вот такие фальш-люки, которые замаскированы под плитку и которые особо не уделяются. То есть, либо ты делаешь хорошо, либо делаешь незаметно. Просто обратите внимание на аккуратность всего вися. То, что все, даже круглые люки не торчат, из них ничего не торчит, рядом ничего не торчит, вот мощение сохраняется при прохождении люка. Ну и, конечно, то, что водоотводные трубы с крыши, то, что они уходят сразу в ливневку. Так должен выглядеть нормальный город с богатой инженерной какой-то прослойкой под улицами. Но при этом это все не должно как-то выбиваться, мешать архитектуре, мешать чему-то, либо еще. И, кстати, был найден еще один люк, тоже с гербом и тоже очень-очень красивый. Я первый раз уже встречаю упоминание, что вот тысяча, десять тысяч, точнее, новых деревьев в городу. Видимо, какая-то здесь идет программа, что отделение улиц. Молодцы. В Будапеште крайне милые технические указатели для коммуникации. Они вроде очень простые, но при этом неплохо вписываются в архитектуру и, в принципе, объемные за счет этого. Приятные просто. Намного лучше, чем просто рисовать на стенах расстояние до колодцев. Венгеры очень большие любители собак. Я не встречал ни одной кошки здесь. И в общественных пространствах практически всегда будет площадка для выгула собак. Это именно площадка для выгула собак, потому что у нас очень часто под этим подразумевают всякие снаряды для тренировки собак. Нет, вот видите, здесь просто галька и скамейки. То есть приходят хозяева, садятся, разговаривают, пьют кофе, собака в это время бегает, помечает все, что ей нужно. А вот так вот это выглядит со стороны, что забор и при том снизу идет очень мелкая сетка, а там, где сидят люди, уже идут кусты. Получается, что все могут с комфортом проводить время. Кроме площадок для выгула, также есть много отдельных урн для помета собак. Точнее, не помета, для, в общем, отходов их жизнедеятельности, потому что по правилам их нужно утилизировать. Это не удобрение, как многие думают. Там немного другой состав, как бы. В общем, просто это нужно утилизировать скорее как биологические отходы. Я думаю, вы прекрасно представляете то, что города бывают разные. Например, многие говорят, что Берлин это самый молодой мегаполис Европы, но Будапешт потихоньку отвоевывает это звание у него, потому что в городе очень насыщенная ночная жизнь, что часто привлекает молодежь. Я думаю, это ни для кого не секрет, хотя вы можете относиться к этому по-разному. Кроме того, Будапешт хорошо известен своими круинс-барами. В одно из таких мест я как раз зашел. Я даже не знаю, как это точно назвать. То есть, это не креативный кластер, это не какой-то фудкорт, это вот именно место, которое с одной стороны руины, с другой стороны интересный дизайн, с другой стороны бизнес. И все это порождает определенную магию. Но так я сюда пришел днем, чтобы лучше все было видно. Я думаю, вы магии особо не увидите, но поверьте, здесь вечерами очень-очень жарко. Кроме того, мне рассказывают, что отдельный вид туризма, что со всей Европы сюда приезжают праздновать, например, свадьбы. Потому что это дешево, это хороший сервис и это интересно. Вот такая вот конкуренция между городами. И один из поводов посетить Будапешт. И это, кстати, та сфера, которую ты просто по приказу не сможешь развить. Это именно люди, которые обладают креативным вкусом, приезжают и поднимают город, делая его привлекательным для определенной группы людей. Вообще, это очень хороший пример, который еще раз доказывает, что развитие города это не какие-то мегапроекты часто. Это даже не просто инвестиции, это самобытность. И всегда можно сделать какой-то уникальный продукт, чем-то просто быть непохожим на других и тебе будут ехать люди. И, как вот опять же показывает Будапешт, для этого не нужно быть каким-то богатым городом. Важна идея. И доступность, и определенный уровень свободы. Ну как, чем свободнее, тем лучше. Потому что, если вы все запрещаете, такой красоты у вас никогда не будет. Все-таки креативных и талантливых людей всегда привлекает свобода. Что бы вы об этом ни думали. На входе, кстати, висит довольно интересная статистика, например, что в 2017 году это место посетило 1,2 миллиона людей. Или что было передано 7 миллионов местных денег, я опять забыл, как они называются, на благотворительность и много всего прочего. Так же правило, что на улице шуметь нельзя, не кидать мусор и так далее. Напомню, что город должен быть разным удовлетворять разные потребности. Если молодежь хочет нашу членную жизнь, и если она ее не получает, скорее всего, она уезжает. Ну, понятно, не все, но тем не менее, есть такой момент, что город должен быть удобным для разных людей. Вот. И проблема таких мест, как правило, в том, что соседям не очень нравится то, что много людей и то, что они утворяют потом вечерами на улицах. И тут как раз получается такой городской конфликт, который очень тяжело решить, но, в принципе, это реально. И вот, я вышел недавно из того руинбара, но при том, здесь жилая улица. Здесь живут люди. Просто они следят, чтобы внутри там ты можешь кричать, слушать музыку, веселиться, а когда выходишь на улицу, чтобы все было чинно. И в Москве, кстати, то же самое, тоже есть подобные конфликты. И в Петербурге они есть. Но их можно решать. Важно уметь слышать друг друга и договариваться. Притом, мне рассказывают, что в центре Будапешта появляется проблема, то, что отсюда уезжают жители. Жить в центре, ну, как бы не очень комфортно, удобно. И это не столько связано с барами, сколько с тем, что появляются отели, R&B, и, в общем, есть опасность, то, что, в принципе, центр города станет мертвым. И тут можно вспомнить Амстердам, потому что там они борются с туристами в центре города, чтобы как раз сохранить жителей. Чтобы, я просто напомню, что город удобный для туристов. Это, в первую очередь, город, который удобен для жителей. И если к вам приезжают туристы, а при этом в центр города мертвые, то, скорее всего, они перестанут к вам приезжать, потому что именно люди делают город городом. Не квадратный метр, не архитектура, а именно люди. Как вот сохранить этот баланс? Это очень интересный вопрос. Разные города сейчас ищут разные решения, но... Что обычно делают с газоном в России? Запрещают по нему ходить. Что можно делать в садике-музее? Отдыхать на траве. Что мы сейчас сделаем? Сейчас по России очень модно кронировать деревья. И многие даже говорят, что это коронавирус, который поглощает все наши города, когда от деревьев остается буквально столб. Вот вы сейчас видите, как обращаются деревьями в Будапеште. Отрезают, видимо, только те ветки, которые уже угрожают непосредственно упасть людям. То есть очень выборочно и очень точно, а не просто все и сразу. Почему, кстати, так происходит у нас? Там довольно много разных причин. Если вам интересно, я запишу просто отдельное видео про это. Вы даже не представляете, какое количество ГОСТов, строительных правил и всего прочего нарушает вот эта вот заправка на первом этаже. Серьезно, наши нормы считают, что просто так нельзя. Это невозможно. Но когда ты говоришь, что, ребят, почему невозможно? Вот есть современные технологии, много разных решений, те говорят, нет, нельзя. Вот смотрите, так можно. И, к сожалению, такое работает в отношении очень многих хороших вещей, которые у нас делать нельзя, но которые во всем мире почему-то существуют и вполне себе все безопасно, все живут, развиваются и так далее. Я тут заметил, что в Будапеште очень много временного зеленения. Например, такие площади, они выставляют катки с деревьями на улицах. Очень-очень часто, в общем, такое есть. Понятно, что это не просто временная мера, это даже какой-то популизм, можно так сказать, потому что вывозить, менять горшки, менять растения, корням-то нужно место, а вот в этих бочках места не очень много. Тем не менее, стремление сделать город зеленее, это похвально и вполне возможно, что город таким образом пытается обратить внимание жителей, то, что давайте мы там, не знаю, будем убирать какие-то парковочные места, сажать деревья, потому что деревья это здорово. Но в любом случае, то, что это делается хорошо, но хочется, конечно, в более таком капитальном виде уже в землю, чтобы не тратить деньги, силы и время на пересадку от всего этого добра. Еще до того, как в Москве стало модно заужать улицы и приводить их в нормальный вид, где-то в году 2015 я предложил в рамках одного проекта по реконструкции улицы сделать небольшое искривление, то есть буквально в шахматном порядке расположить парковки и сделать вот такую вот шагану, как вы видите здесь. На что мне ответили, что как же так, люди будут врезаться. Мой вопрос, то есть, что вы считаете, что люди слепые и тупые, мне ответили, но ничего не знаю, но сесть в тюрьму я не хочу. И мол, ты что дурак, ведь улицы не просто так делают себе прямыми. Интересно, съездил ли с тех времен этот товарищ-разработчик дальше МКАДа, чтобы посмотреть, как это работает и работает ли сейчас он с улицами. Хочется верить, что нет, не работает, потому что вот так должна выглядеть улица нормального человека. Даже после руин баров местные набережные ужасные. Серьезно, город практически никак не контактирует с водой, точнее он выходит на них просто дорогой. Тут нету никакого-то пешеходного променада, ничего чего-либо, а просто асфальт. При том, что на одном берегу, то на другом точно так же даже немного хуже, там еще больше полос. А как такое могло случиться, я не очень понимаю, но как-то факт, Будапешт это город без нормальной набережной. Я не думал, что я когда-либо такое скажу, но даже в Тюмени набережная лучше. Там банально до воды хотя бы чуть поближе. Да, я понимаю, что Дунай может разливаться, и это все можно предусматривать в благоустройстве. Такой пример я вам показывал из Леона, где это все предусмотрели, и набережная есть, и если она разливается, благоустройство не уничтожается. А здесь же вот асфальт и бетон. Но это никуда не годится. Ладно, был найден хотя бы более-менее человеческий кусок набережной, где нет машин, но в любом случае контакта с водой здесь нет. Стоят пирсы на случай, если кто-то приплывет, но туда не пускают людей, и совершенно никак ты не можешь взаимодействовать с водой. Ты вроде как делаешь набережную, приближаешь людей к воде, но при этом не даешь этого самого контакта с водой. Это как будто бы кто-то дразнит тебя. Помните, в ролике из швейцарского Базеля я вам показывал, что там сделали на месте подземных пешеходных переходов, потому что там теперь в велопарковке. Вот здесь что-то подобное, видимо, сделали только в виде бара. конечно радует, потому что хоть что-то полезное в этих подземельях появляется. Ладно, если серьезно, судя по всему, это какой-то полуподвал, потому что есть такое не только здесь, но все равно довольно интересное использование. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали для себя что-то новое. От себя добавлю, что понятно, что Будапешт это Будапешт, и ни один город мира не будет похож на этот город, но есть какое-то сходство с Петербургом, например, там, не знаю, по заведениям общепита, по их уровню, или же, например, по имперской архитектуре. И когда вот ходишь по городу, мне оставляет впечатление, что, блин, а почему Петербург не такой? Почему в Петербурге я должен постоянно спускаться под землю и страдать? Почему там нет таких комфортных улиц? Почему? Вот это вот почему-почему-почему возникает очень много раз. И хочется верить, что ребята из Смольного или сами жители доедут когда-нибудь до Будапешта, поймут, что и город тоже может быть не хуже, и начнут перенимать какой-то положительный опыт. Очень сильно хочется, по крайней мере, дожить до момента, когда Петербург будет не хуже Будапешта. Вот. Ну, а пока что я уже потихоньку собираюсь и еду в следующий город. Не забудьте подписаться на канал, потому что дальше у нас будет Братислава, Вена, Зальцбург и там тоже много всего интересного. Так что любите города, подписывайтесь на Аркадия, ставьте лайк и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok